приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и сегодня вместе с вами мы вспоминаем святителя григория богослова этот угодник божий принес такое удивительное вот наследие в дар церкви в дар последующим святым отцам что на него ссылались очень многие его произведения цитировали и даже более того цитаты из его слов вошли в нашу богослужебную гимнографию вот допустим когда на рождество христово мы слышим пение канона и там поется христос рождается славите христос небес срящите то есть встречаете рождающегося господа то ведь это на самом деле взято из проповеди святителя григория богослова он произносил это сам вона а впоследствии преподобный иоанн дамаскин когда писал вот эти вот богослужебные тексты то он опирался именно на проповеди святителя григория богослова да или на пасху воскресенье день просветимся люди обымем друг друга рцем братья и ненавидящим нас простимся воскресенье все это тоже заимствовано из проповеди святителя григория богослова вот на рождество христово на крещение господним на пасху на пятидесятницу потому что он произносил настолько вдохновенные проповеди что это оживляло сердца всех кто слышал и впоследствии а другие святые отцы пользовались вот поэтому его творениями и на основе их сочиняли богослужебные тексты а святитель григорий богослов он все время вот один из первых он один из трех назван богословом как вы знаете всего три трое из святых отцов сподобились такого наименования это кто именно апостол иоанн богослов который в своем евангелии более раскрыл вот божество господа иисуса христа его божественное служение второй как раз святитель григорий богослов потому что он своим возвышенным учением раскрыл тайну приоткрыл немножко для нашего ума тайну святой троицы бога единого в трех лицах и третье это кто это преподобный симеон новый богослов который уже свидетельствовал о тайне о божине единение человека души человеческой с духом божием и вот григорий богослов он один из трех да потом он один из великих отцов каппадокийцев а те кто наиболее ясно вот раскрывали тоже учение святой троицы это василий великий собственно григорий богослов святой григорий низкий амфилухи иконийский вот и конечно же он один из трех святителей тоже василий великий григорий богослов и святой иоанн златоуст вот господь явил такого угодника который и в учении и в жизни для всех нас пример а вот что удивительно вы представляете вот у него семья из которого происходил она вся святая вообще вся святая тут родители брат сестра а поначалу как было вот его отец григорий старший он вообще не был христианином была такая своеобразная не то чтобы ереса какая-то вот смесь лжеучений где там что-то взяли от христианства что-то от персидской религии что-то от иудаизма вот они поклонялись богу в образе огня до соблюдали некоторые обряды иудейские и что-то брали от христианства и вот благодаря его супруги святой нонне отец григория богослова григорий старший он обратился к вере то есть супруга постоянно молилась о нем она старалась его обратить ко христу и в какой-то момент он действительно становится православным и принимает крещение от епископа леонти который ехал на первый вселенский собор вот по тем местам он проезжал первый вселенский собор это 325 год жили они в каппадокии область которая дала просто невероятное количество святых вот с древнейших времен и вплоть до конца двадцатого века до преподобного паисия святогорца а в древности там святая нина равнопостольная георгий победоносец оттуда и многие другие вот там жил как раз григорий старший он первоначально занимал какую-то вот государственную должность принадлежал к аристократии и вот обращается он тоже ко христу и всецело посвящает себя богу и и буквально а это ему уже около пятидесяти лет было григорию старшему и вот буквально через три или четыре года его рукополагают во священники а потом вскоре делают его епископом того города в котором он жил это город назианц отсюда он григорий назианзин старший вот но в те времена дозволялось дозволялся женатый епископат поэтому григорий старший он оставался своей супругой далеко не все они принимали монашество в те времена это вот уже в седьмом веке епископат становится всецело и среды монашества а тогда разрешалось и что самое интересное ведь григорий и супруга его нонна они были бездетны долгое время и вот григорий уже более пятидесяти лет вот что-то пятьдесят два года примерно а детей нет и супруга его молится вот святая нонна это образ такой благочестивый жертвенной жены которая всю себя посвящает семейной жизни молится и в одной из таких молитв точнее после молитвы во сне ей был дан ответ что она обещала что если родится то посвятит господу своего сына и вот действительно ночью ей дается ответ что родится сын и чтобы назвали его григорием и после этого происходит вот такое чудо что уже у престарелых родителей рождается сын григорий это вот и есть как раз святитель григорий богослов но еще родились кстати двое других детей это брат григория кесарий и вот он тоже получил хорошее образование и был даже врачом при царском дворце и там он столкнулся с юлианом отступник а вот этот кесарий так что а юлиан отступник вознегодовал и но был поражен ученостью кесария и говорил что вот благополучный отец злополучные дети то есть благополучный отец у которого такой ученый сын но злополучные дети что вот они исповедуют христа в его царство но тем не менее кесарий удалось как-то вот выжить в то время юлиан отступник недолго правил и потом кесарий когда отправлен был в одну из областей и вот там страшное землетрясение он чудесно спасся и тоже после этого вел такой вот монашеский образ жизни а сестра григория богослова святая горгония вот повторяю что все они прославлены в лике святых и родители и сам григорий богослов и его брат и сестра и вот это вот что значит вот братья и сестры мы когда встречаем среди лик в лике святых именно святую семью то это значит что они в каком-то смысле ведь покровители семейного счастья покровители семейного благочестия и поэтому им надо молиться чтобы господь благословлял и нас и помогал нам наши семьи созидать в духе христианского благочестия вот сестра григория богослова святая горгония она вела строго такой эскетический образ жизни и сам григорий богослов они рассказывают как однажды она очень сильно разболелась никакое врачебное искусство не помогало и тогда вот ее принесли в храм и она она еще была кстати не крещеная в тот момент и вот она главой приклонилась к жертвеннику и сказала что вот не отойдет пока господь не исцелит ее и прикоснувшись к святым дарам телу и крови христовым она вдруг получает чудесное исцеление и после этого вот она уже принимает таинство крещения вот такая была удивительная семья а сам святитель григорий богослов вот он рождается высчитывается 329 год по рождестве христовом и с ранних лет у него такая тяга к наукам к изучению мудрости прежде всего конечно человеческой а потом божественной духовной мудрости и ему дают образование одно из лучших для того времени поначалу он учится у себя вот на родине потом в кисарии палестинской потом в александрии где была философская школа и вот когда он потом она отправляется в афины где еще существовала академия некогда основанной философом платоном и вот по пути от и с александрии по морю когда он плыл в грецию случилась страшная буря какой до этого вот эти вот моряки не все не встречали в своих плаваниях и возникает явная угроза потопления они могли все погибнуть и и григорий молится а он еще тоже не был крещен вот в первой половине четвертого века сложилась такая практика что кругом школы были языческие в основном и чтобы обучиться риторике вот философии каким-то искусством нужно было обучаться в этих языческих школах поэтому дети из христианских семей они вот на время откладывали крещение для того чтобы иметь возможность вот посещать вот эти мирские светские школы и оставали в состоянии оглашения но в душе своей они были до конца уже преданы христу и вот григорий богослов который юноша и еще не крещен и понимает что может погибнуть и тогда он дает обет богу что если господь сподобит его спастись он всецело посвятит себя богу служению в церкви и что происходит оказалось что вот это вот трагическое обстоятельство когда корабль был обуреваем волнами это открылась его родителям и они молились в это время потом по времени вот удалось сопоставить что вот это сердце родительское почувствовали они поднялись на молитву молились и сам григорий богослов это описывает и вот когда буря улеглась то одному из его товарищей был открыт было открыто во сне вот как он увидел что мама святого григория богослова святая нонна она как будто вот руками удерживает корабль и вытягивает его на сушу так что корабль остается невредимым и оказалось что действительно мама она как бы вот своими молитвами ну и отец тоже молился вот они помогли спастись кораблю и вот так вот для григория богослова открывается всецело вот путь к служению богу а потом он учится еще в афинах и там встречается вместе со святым василием великим который тоже приехал для обучения и в них завязывается тесная дружба и вот как вспоминает григорий богослов они знали только две дороги вот первая дорога в христианские храмы и христианским учителям а вторая дорога вот в это мирское училище где они набирались необходимой мудрости и вот это вот знание в том числе философское знание впоследствии помогло им раскрывать глубочайшие вот истины богословия на вот таком изысканном возвышенном человеческом языке и надо по праву сказать что и василий великий и григорий богослов они получают образование ну просто они получают превосходные то есть они становятся одними самых ученейших людей своего времени и когда григорий богослов возвращается вот он вначале василий великий завершает обучение уезжает а григорий некоторое время даже преподавал в этой афинской академии но все-таки он возвращается к отцу и отец крестит его отец у него был конечно уникальный человек вот он после 50 лет обратился да потом стал священный священнослужителем епископом и 45 лет управлял он своей кафедрой представляете он отец прожил почти 100 лет что-то там 98 лет как говорит григорий богослов он лечился если болел то лечился не столько врачебным искусством искусством врачей сколько причащением святых тайн и молитвой вот такой интересный был подход и всецелый духовный образ жизни у отца и отец очень хотел чтобы сын помогал ему как священнослужитель а эта помощь действительно была очень нужна вот сам отец не был настолько образованным и в четвертом веке шло много споров по поводу арианской ереси и предлагались разные вероучительные формулировки вот один из соборов который говорил что сын божий только подобен богу отцу а не единосущен богу отцу и этот собор предложил исповедание и вот отец григория богослова григорий старший не разобравшись поспешно подписал этот символ и в его епархии пошли разделения и только сын его григорий богослов выручил отца а как он сделал он тут же поспешил вот к отцу в его церковь поначалу сын сделал так что он дал народу выплеснуть эмоции высказать свои вот негодования вот как бы чтобы первая пена сошла потом сын стал проповедовать пытаясь объяснить ситуацию потом он убедил своего отца открыто исповедовать строго православную веру и затем он примеряет все вот эти вот стороны те кто разделялись и епархию удалось сохранить в целости и невредимости и сам григорий богослов он по своему духу был такого вот больше монашеского созерцательного направления он очень любил пребывать в безмолвии там он писал свои удивительные сочинения он мог проповедовать в храме но он тяготился и не хотел пастырских административных обязанностей а вот отец хотел чтобы сын помогал ему и получилось так что в 361 году на праздник рождества христова отец буквально вот заставил григория богослова чтобы тот согласился на рукоположение и посвящает его воепископы но сын после этого настолько был расстроен что тут же уехал к своему другу василию великому а святой василий в это время пребывал в понтийской пустыне где он основал свой монастырь и там они пребывали вот в ученых трудах в молитве в духовных подвигах и только через год возвращается григорий богослов к отцу и он вот на рождество получается он был рукоположен а через год он приезжает на пасху на праздник пасхи и произносит выдающуюся проповедь о высоте священнического служения потому что дар священства выше нежели любой другой какой-либо вот на земле имеющийся дар и сами ангелы они не могут разрешать людей от грехов не ангелам дана власть совершать таинства это вере на священство по дару христову по дару благодати святого духа и вот потихоньку господь выводит на такую вот арену широкого общественного служения и самого григория богослова и василия великого им приходилось очень много противодействовать арианской ереси и но надо сказать что по характеру они очень отличались друг от друга потому что василий великий он был строго такого вот жесткого административного направления он умел организовывать людей через какое-то время он был избран митрополитом то есть главным епископом всей кессарийской области всей области в каппадокии он митрополит кессарий каппадокийской вот и он был одним из главных таких вот противников арианства так что даже императоры которые придерживались арианства так и не смогли его изгнать с епископской кафедры а святитель григорий богослов он был совсем другого направления то есть он больше такой вот оратор поэт он отличался иногда вот такими пылкими чувствами впечатлительностью и тяготился административными должностями и вот получилось так что вначале вот отец настоял а потом сам его друг святой василий великий настоял чтобы григорий богослов уже стал епископом потому что ариане пытались часть городов отнять себе и вот была односпорная территория там местечко такое сосимы в общем то неприглядное местечко где останавливали странники меняли лошадей где почти не было постоянной вот паствы для священнослужителей и вот туда так как это место считалось спорным василий великий решил вот поставить во епископы григория богослова то есть самое захолустное место которое ну никак конечно же по достоинству григория богослова ему не подходило но по смирению он уступает однако не совершил там ни одной божественной литургии никого не рукополагал и сразу же удалился в пустыню для монашеских подвигов вот и прошло какое-то время что поначалу он даже немножко так вот негодовал на своего друга и только вот через пару лет удалось как-то восстановить им отношения и за это время святой григорий богослов создает свои прекрасные удивительные произведения а потом вот уже в 374 году отходит ко господу его отец и кстати вот василий великий приезжает произносит проповедь посвященную отцу григория богослова и вот друзья как-то восстанавливают свои отношения чуть погодя его мама святая нонна она прямо в храме отдает богу душу после молитвы и кстати и брат и сестра достаточно рано у него умерли и вот он прибывает один в таком молитвенном подвиге а потом кстати достаточно быстро умирает и василий великий в 379 году и неожиданно господь именно григория богослова выводит на самое острие богословской борьбы вот противостояние с арианами если до этого момента именно василий великий возглавлял всю эту борьбу то тут вдруг неожиданно вот григорий богослов который не искал никаких мест не считал себя достойным каких-то высоких кафедр неожиданно вот именно его выдвигает вперед а как это произошло в 378 году погибает император арианин валент он сражался против готов и в одном из неудачных сражений он получает ранение пытается скрыться оказывается в какой-то хижине и готы которые не догадывались что за раненого императора можно получить огромный выкуп они просто сожгли эту хижину и вот так вот император погиб очень тяжело и конечно конец очень такой несчастный но он был арианином а вот после него приходит к власти император феодосий великий который строгий приверженник православия первого вселенского собора а город константинополь в руках еретиков там разные арианские и про арианские течения и как быть что тут делать и вот именно святого григория богослова предлагают императору как проповедника который может вернуть город столицу империи вернет православию и феодосий великий приглашает действительно именно григория богослова он выезжает из своей пустыни он появляется на улицах города константинополя в очень бедном таком виде в простых одеждах впоследствии его кстати попрекали за то что вот у него не было такого вельможного вида что он не разъезжал на дорогих колесницах и сам святой григорий богослов он впоследствии иронизировал говорил что не знал и я что мне нужно было выситься гордо на этих дорогих колесницах чтобы глашаты впереди так сказать оглашали мое появление чтобы все тут же разбегались как и в страхе прятались по углам как будто при появлении хищного зверя ну вот так вот богатые люди когда разъезжали то многие прятались по сторонам а святой григорий богослов он был очень простого и кроткого нрава и вот он появляется и начинает проповедовать а все храмы они в руках еретиков и собор святой софии он тоже в руках вот этих арианствующих лиц и тогда григорий богослов начинает проповедовать в простом доме который устраивает под храм и храм этот называется в честь анастасии по гречески анастасис воскресение то есть как бы в честь воскресения православия и потихоньку люди начинают собираться сначала они слушают его с недоверием но потом слово григорий богослов располагает их к себе и все больше и больше собирается людей и впоследствии просто вот толпы слушали его а о чем говорил святитель григорий богослов а он говорил о том что вот эти вот самые споры о высоких божественных вещах они изобличают нашу гордыню нашу греховность потому что как же ты будучи в неочищенных ризах пытаешься прикасаться чистых духовных возвышенных истин Господь Бог есть свет а если ты по жизни своей тьма то как ты можешь будучи тьмой проповедовать о свете и в то время там была такая ситуация что люди спорили о богословских вещах абсолютно везде вот нам сейчас это не совсем понятно как это так сейчас люди обсуждают больше какие-то вот мирские вещи политику или там какие-то кинофильмы а в то время не было конечно не телевидения не мобильных телефонов не газет и люди обсуждали то что было так сказать вот наиболее актуальным а из-за чего разделялись из-за богословских споров из-за того что арианство пыталось поколебать христианскую веру и поэтому каждый спорил каждый приводил какие-то доводы и вот григорий богослов говорит что этими спорами наполнились и рынки и площади спорили в банях в женских теремах на пирушках спорили даже вот в погребальных церемониях и в этом утрачивалось благоговение перед высокими божественными истинами и святой григорий богослов говорил что не каждый и не во всякое время и не перед всеми может проповедовать и богословствовать а кто может проповедовать кто может богословствовать только тот кто очищает свои страсти кто старается пребывать в безмолвии а не погружается в эту тину внешнего шума внешней страстной греховной жизни тот кто старается хранить благоговение к священному писанию к истинам веры и говорить можно перед теми которые тоже с усердием готовы слушать а не так вот как знаете сектанты бывает встречаются и начинают спорить кидать цитаты как будто играть в футбол цитатами священного писания и уходит благоговение перед истинами божественного откровения и вот проповедь григория богослова все больше располагает к нему людей на него дважды совершали покушение и один раз даже было нападение прямо вот на храм и один из сослуживших епископов был убит потом обвиняли самого же григория богослова но он продолжал проповедовать и за два года его проповеди город константинополь уже поменял свое отношение к православию если до этого придерживали сырианство то тут многие стали склоняться именно к православию и вот только тогда император феодосий великий сам лично въезжает в город потому что он был православный правитель ему надо было чтобы и город хранил православие и он лично вводит святого григория богослова в собор святой софии а конечно когда вот император шел то кругом вооруженные воины да и люди некоторые еще вот ропщат и смотрят с недоверием это вот описывает святой григорий богослов но вот когда он вошел в алтарь то пасмурное небо вдруг просияло вышло солнце и люди восприняли это как добрый знак как знак благословения божия и святой григорий богослов был принят константинопольской паствой император феодосий объявляет его епископом города константинополя то есть епископом первого города в империи и именно проповедь святого григория богослова позволила подготовить место для второго вселенского собора вот император феодосию он объявляет вселенский собор в константинополе съезжаются епископы с разных мест и сначала председателем собора кто становится святой милетий антиохийский как старейший епископ но во время заседания он умирает его душа переходит ко господу и тогда преемником то есть председателем второго вселенского собора избирают святителя григория богослова и вот возник вопрос кого выбирать преемником в антиохийской кафедре вот вместо святого милетия антиохийского и тут вдруг оказалось что разделились мнения в выборе преемника потому что григорий богослов предлагал одного а другие предлагали другого и тут так сказать сыграл человеческий фактор появились некоторые недоброжелатели григория святителя которые не хотели видеть его на главной кафедре империи и они стали обвинять святителя григория богослова в том что он занял константинопольскую кафедру незаконно что он посвящен был для города вот этого местечка сосимы где он фактически не появлялся и что таким образом он вот нарушает правила святых апостолов но если посмотреть по существу то где же были все эти епископы когда константинополь находился в руках ариан один григорий богослов сражался за православие один он два года отстаивал эту кафедру вот как свою как родную ему его император признает за архиепископа константинопольского а тут вдруг появляются те кто отсиживались по местам и собрались когда уже город очищен от ириан и они обвиняют святого григория богослова а сам святитель не любил вот этих склок вот этих там разделений каких-то сплетен интриг и поэтому он добровольно отказывается от председательства говорит пусть буду я вот подобен пророку ионе который чтобы прекратить волнение бури сам выпрыгнул из этого корабля до волны и вот григорий богослов слагает себя обязанности и председателя собора и уезжает из константинополя хотя его поддерживали там другие святители вот к великому сожалению не все участники собора были настолько вот святы настолько добропорядочны и вот этот человеческий фактор повлек за собой то что григорий богослов он после этого полностью отходит от каких-то мирских дел он уезжает в родное имение Арианс возле города Назианс там проводит жизнь свою в молитве в богомыслие пишет вот эти свои прекрасные сочинения вот кстати на его сочинение впоследствии писали толкование другими святыми отцами преподобный Максим Исповедник святитель Фотий Константинопольский и многие другие святые отцы изучали именно Григория богослова и писали даже на него комментарии настолько вот он вдохновлял других святых отцов и в 389 году святой Григорий богослов мирно переходит ко Господу прошло много столетий его мощи перевезли в Константинополь потом через какое-то время когда вот уже конечно и нашествие там и арабов потом вот исламские завоевания а потом крестовые походы то мощи его были вывезены на запад и только уже в двухтысячных годах мощи святителя Григория богослова возвращаются в Константинополь и конечно было бы прекрасно чтобы каждый из нас вот хотя бы время от времени брал в руки сочинение святителя Григория богослова читал его слова читал его письма и даже стихотворение вот он писал описывая и жизнь свою в том числе потому что именно у Григория богослова учение православное догматическое оно изложено безукоризненно без каких-то вот там лишних своих субъективных взглядов поэтому даже когда вот наши учебники догматические вот мы читаем и потом сверяем с сочинениями святителя Григория богослова то можно удивляться насколько именно вот наши догматические учебники они отражают именно вот учение святого Григория богослова он не чрезмерно не вдавался в какую-то мирскую философию он раскрывал именно истины божественного откровения но подходил к этому очень аккуратно с благоговением и говорил что невозможно своим рассудком познать Бога вот он цитирует философа Платона который говорил что уразуметь Бога трудно а изречь невозможно и сам святой Григорий богослов поправляет философ и говорит что изречь невозможно а уразуметь еще более невозможно потому что познание Бога это не просто вот какой-то рассудочный процесс да вот когда мы на земле что-то видим да вот анализируем изучаем что-то вот можно посчитать да сложить там отнять какие-то формулы а вот Богопознание это совершенно иное это то что открывается очищенной душе очищенному сердцу и поэтому нельзя к священному писанию подходить когда ты вот завален грудой своих греховных страстей и вот святитель Григорий богослов он говорит вот посмотрите когда Господь еще в ветхом завете давал свое откровение то вот в это облако явление Божие туда имел доступ только Моисей вне облака вот чуть дальше на горе стояли Аарон и еще его сыновья да еще дальше старейшины иудейские а потом дальше простой народ то есть всегда есть некая вот последовательность восхождения к Богу и не всем доступны высочайшие тайны богопознания или даже вот в новом завете когда спаситель преобразился да то только троим из апостолов открывается вот это вот тайное преображение остальные апостолы чуть дальше а простой народ еще дальше и поэтому нужно понимать вот свои пределы и не пытаться своим чистым умом вторгаться в непостижимое в непонятное а вот ты очищай свое сердце принимай учение церкви исповедуй Господа Иисуса Христа который пострадал за нас и воскрес и ты спасешься через это вот так говорил святитель Григорий Богослов конечно мы не будем раскрывать его тонкости его догматического учения потому что современный человек оказался слаб для уразумения вот этих тайн троического богословия но в плане духовно-нравственном учение святого Григория Богослова вот о очищении своего ума о безмолвии о своей мысли о том как вот правильно постигать священного писания все это остается актуальным востребованным и да поможет нам святитель Григорий Богослов шествовать по пути духовной жизни очищая свое сердце дабы наше сердце стало обителю Духа Святаго ибо только Духом Святым и можно постичь Господа Бога святителю отче Григория богословия моли Бога о нас аминь внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео субтитры 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 субтитры